Я хочу сказать, что завтра, 15 сентября, с 14.48 до 18.15, Луна будет на третьей по благоприятности звезде и последней, счастливой звезде Веге. Вот она, в Козероге. Вега – звезда магии, звезда искусства, звезда медицины, звезда молодости и звезда политики. Под ней очень хорошо договариваться, встречаться, назначать встречи. Искать какие-то варианты. Ну, естественно, устраиваться на работу и всё. Вега не вкалывает, сразу говорю вам. И всегда находит, за чей счёт жить. То есть, вы можете воспользоваться как бы её энергией, чтобы улучшить свою жизнь. Если вы хотите что-то платить, платите в эти моменты. Если вы хотите сделать прическу, используйте это. Подстригитесь. Вообще, стричься с тот счастливую звезду. Я считаю, исключительно. Так же, как платить какие-то расходы. Это делается в этот момент. Оформляются любые документы. И, конечно же, веге мы именно обязаны расцветом магии. Несколько лет назад. Вот такие её энергии. И советую очень воспользоваться. Поставить нужный диагноз. И всё это будет вега. Используйте эти часы. Они очень недолгие. Но кто хочет, тот успеет. Расположение в козероге указывает на чёрный, прежде всего, цвет. Но, неважно, она для любой магии просто хороша. Это звезда магии. И звезда медицины. Поэтому, кто говорит, что магия не лечит. Нет, очень даже лечит. Я сама целитель. Магический именно. Но очень хорошо лечит. Не всё, как и медицина. И не в любой стадии. Значит, мы просто жили вечно. Но этого нет. Так что, вот, можно использовать. Для любых ритуалов. Для обращения к силе. Для обращения к врачу. Для каких-то ваших собственных. Там, я не знаю, чем вы заняты. Как вы поддерживаете своё здоровье. Каждый это решает по-своему. В любом случае, это всё очень благоприятно. И вега очень-очень долго молодо выглядит. Как и регул лет на 20. Но если, конечно, не пить. Тут ничего не поможет. У веги есть один только негативный аспект. Она может быть игроком. Ну, так что имеется в виду. Гигантские планы по мгновенному обогащению не сработают. Она это не приносит. Она приносит такой доход, что вы постоянно можете существовать неплохо. Она самая скромная из трёх счастливых звёзд. Она скорее будет блистать. Вот в искусстве, в политике, да, это взлёт. А насчёт денег вега очень много не даёт. Но жить под ней всё равно очень хорошо, очень приятно, очень комфортно. И это единственное место, где Луна в Козероге себя хорошо проявляет. И это не её место в Козероге. Ей там очень неуютно. Ну, если вы хотите что-то заплатить, платежи в ближайшие дни, платить именно в часы веги, вообще под счастливой звездой платить, потратить деньги, какие-то документы оформить, кому-то обратиться. Ну, лучше веги просто не бывает. Ещё второй благоприятный момент. С 23.44 до 6 утра 16 числа, это уже четверга, будет лунно-солнечный трин. Это очень благоприятное время для всего. Так что, если для рекламы, для клиентов, ну, правда, это поздная ночь, но, может, для кого-то там на Востоке это уже и утро, и он успеет. Ну, некоторые вещи мы и ночью делаем. Да, если вы хотите подстричься, на веги стригитесь. Вот такое маленькое вступление, и советую не упустить. В общем-то, я делаю вообще любые дела, ловлю, когда счастливая звезда. Если у меня не получилось, я делаю это в стрельца. И только если еще и это не получается, по разным совершенно причинам, перекрыто там или нет, ну, еще другие варианты. Ну, вот эти всегда. Эти всегда, в общем-то, 4 момента в месяц. В реальности получается 2, потому что 2 обычно выпадает. Я использую для всего. И жить будете свободнее, и жить будете легче. Ничего нет лучше счастливой звезды. И у кого она в гороскопе, это счастливчики, это избранные. Ну, так как это не всем дано, вот делюсь, используйте, ловите. Выстраивается свою жизнь под лучами счастья. Оно очень недолгое. Вообще, когда звезда счастливая выключается, то жутко. Падаешь словно со ступенек. Летишь вниз, пропасть. Все, что приносило жизнь так легко и беззаботно, вдруг оказываются катастрофы. Попробуйте. И медленно, медленно, если вы будете использовать эти моменты, ваша жизнь повернется и перестроится вообще в другое русло. У вас будут другие интересы, другая жизнь, другое общение, другой материальный недостаток, и вообще будете жить по-другому. И не забывайте, что Мега Вега это звезда магии. Так что, кому что необходимо, обратитесь, и вас услышат, как никто и никогда. Ну, уже за исцелением, ну, это вообще обязательно надо сделать. Ритон на исцеление, ну, как воздух, просто Вегу. Ну, вот такое маленькое сообщение. Не маленькое уже получилось, ну, как получилось, так получилось.